Настоящую легенду видно сразу. К ней почти невозможно прикоснуться. Но только не для тебя. Это твоя легендарная кредитная карта Альфа-Банка. Закажите бесплатную кредитку с целым годом без процентов и получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, альфа выгодно. Альфа-Банка Альфа-Банка Приветствую подписчиков и гостей канала Походный Оптимист. Меня зовут Дима. Ну что, я проснулся утром, увидел то, что за окном идет снег и решил сразу же рвануть сюда. Так мне не хватало здесь проверить, переночевать в плохую погоду. За счет того, что собирался я экстренно, я практически не готовился к сегодняшнему дню. Не знаю, что я буду сегодня делать. Ну как, кое-какие планы, конечно, есть. Нужно сделать стеллаж, шкафчик, нужно повесить шторки. Вот, сегодня хочу заменить печку, поставить пока свою более большую, потому что все-таки этой печи вообще не хватает. Не могу пока приступить к камину, потому что не могу найти камни. Камни все под снегом. Вот, надо где-то на ветреных участках в горах искать. Ну ладно, так, в общем, сегодня буду тестировать эту лачугу уже в полном объеме при такой зимней, настоящей зимней погоде. Печку я сюда привез на днях, просто привез и уехал. Вот, потому что пешком с ней идти невозможно, без волокуш. Вот, а волокуша пока у меня не в зоне досягаемости, к сожалению. Сейчас внутри три с половиной градуса. Минус три с половиной градуса. Вот, я думаю, на улице прохладнее, там минус пять, наверное. Поэтому я сейчас печку поменяю и затоплю. Эта печка намного больше и она дает лучше тепло. Это, конечно, вообще ржавое ведро. Но выглядит прикольно, да? Это очень сильный. Продолжение следует... Да? 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот по факту это тонкие спилы с толстых стволов деревьев Тоже на лесопилке я брал, когда набирал вот эту вот горбыль Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю уж, выдержат они, чтобы по ним ходили или нет Так-то в принципе почему нет У некоторых толщина на полсантиметра тянет, некоторые, конечно, тоньше, но хотя бы чтобы чуть-чуть здесь прикрыть, я думаю, этого будет достаточно Но для начала нужно все убрать лишнее из землянки и выровнять пол Лопатой 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 Продолжение следует... 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 вот так сделаю полки и туда вот будет вот такой вот из лучше сделать наискосок как думаете так и отсюда сюда сделать полки а Ну вот, такой будет шкафчик Можно будет даже будущего дверцы ему придумать Ну и дополнительное крепление для потолка Тоже не помешает Хоть и не супер надежно Все равно Вот, а то по факту вещи девать некуда Но по стенкам я развесил кое-что Вот, а все равно много вещей В том числе инструменты Удобно было бы хранить на какой-то полке Вот я сейчас хочу сделать Раз, два, три полки Будет внизу вещь и три полки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот такой стеллажик получается Сейчас я попробую взять вот этот вот как раз ту фанеру, которую я хотел на дно пустить на пол, если попробую сделать из них полки. Не знаю, если будут держаться, то топ. Если нет, то буду делать уже тогда из той второй половины бревна, которую я распилил. Вот сюда ушла вот только одна часть этого тонкого бревна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Супер! Супер! Ну вот. Не зря сегодня день прошел. К большому сожалению, не было метели, хотя я и так ждал, но зато сделал вот такой вот прикольный стеллажик, который сильно теперь разгрузит место внутри. Все, я думаю, что тянуть больше некуда, и в следующий раз нужно обязательно уже заняться камином. Как только будет камин, то по факту вот здесь бы я еще сделал холодильник. Вот здесь бы выкопал бы яму, вставил бы сюда бидон алюминиевый. Вот. У меня есть уже такие... Такая практика в землянке у березы, и это отлично работало. Бидон закрывается герметично, туда не попадают ни животные, ни мыши, ни насекомые, не попадает вода в случае подтопления. Вот. И там можно хранить продукты, инструменты какие-то. А если его еще и замаскировать сверху, то даже если кто-то будет что-то грабить здесь, какой-то нехороший человек, то ничего страшного, ценные вещи все останутся в надежном схроне. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все-таки хорошее здесь место... Несмотря на то, что здесь не густой лес и не дикие дебри... Все равно здесь довольно умиротворяюще... Нет никаких людей лишних... Ну и конечно можно и костер пожечь... И посмотреть на звезды, на луну... И насладиться тишиной... Но если прислушаться... На самом деле я иногда слышу собачий лай... Потому что буквально в трех километрах отсюда... Есть аул... И с него... Собаки иногда... Подгавкивают... Но это нормально... По крайней мере я здесь не ощущаю себя... В опасности... Того, что... Дикие животные вряд ли сюда пойдут... Ну какие-нибудь там... Косули конечно уходят... Следы есть... Вот... Может какой-нибудь баран зайдет... Или корова... С деревни наверное... Ну судя по следам... Я не знаю... Че они могут быть... Вряд ли здесь есть лось... А копыта большие... Я следы находил... Вполне вероятно... Что может коровка им заходит... Хотя так далеко... Не знаю... Будет она здесь по горам по буграм ходить... Хотя почему бы и нет... У меня есть хорошенький кусочек... Кстати... Говядины... Про коров в тему заговорил... А это значит то... Что сейчас я буду его готовить... Но я еще не решил как... Либо я буду делать его на вертеле... Над углями... Либо я сделаю его... А в казане... Точнее у меня здесь есть садж... Которым довольно давно я не пользовался... Надо бы его потислить кстати... Да... Наверное я садж сделаю... Потому что все таки... На вертеле это дело трудоемкое... Долгое... Чтобы все прожарилось и пропеклось... Иногда уходит не один час... Приходится постоянно вертеть... И... Если срезать готовую верхушку... То конечно приготовиться быстрее... Но... Не всегда это удобно... Поэтому... Имея садж... Наверное все таки я им буду пользоваться... И не совсем нельзя... Поехали... Я выстраиваю... Я прошу вас за собой все... Спасибо! Продолжение следует... 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 потому что будет потеряна вот эта вот линия атмосферы. И с середины практически кто-то может начать смотреть. Вы же знаете, да, то, что YouTube рекомендует постоянно мои видео, кому-то новым постоянно к нам прибавляются. Практически там 300-400 человек в день подписываются на мой канал. Сейчас уже что-то, по-моему, 400 тысяч у меня подписчиков. Вот. Очень много людей смотрят без подписки, 50% без подписки смотрят. Так что, если вы не подписаны, сейчас подпишитесь, ну, чтобы для статистики понимать вообще, сколько зрителей заинтересованы в моих роликах. Вот. Это важно. Для меня важно. Ну. Так что я сделал, наверное, один большой фильм о тех, для кого будет тяжело смотреть такое длинное время моего путешествия. Оно, кстати, заняло больше 10 дней, поэтому как бы полтора часа это не так уж и много. Для 10 дней. Можно смотреть по чуть-чуть. Посмотрели, нажали паузу. Пожалуйста, в любой момент технологии позволяют продолжить просмотр с телефона, с компьютера или с телевизора. Ну, с вами был канал Походный Оптимист. Дима. Рад, что вы и дошли до этого момента со мной. Пока. Еще палец порезал. Замотал вот салфеткой. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова